Приготовьтесь к самой грандиозной битве в истории! Его Величество Король Ножей Константин Ивлев Дарю! У меня девиз по жизни очень простой. Продается все, кроме Родины. Я честный человек. Его Величество Король Тортов Ренат Акзамов Хостю я уважаю, прекрасно понимаю, что во многом я лучше. Кто это, мистер Акзамов? Поаккуратнее с ножом, коллега. Дороги назад не будет. У тебя? У тебя. Ты юморист, Константин. Два гиганта. Давай замажем. По титана. Да? Да. Два метра высокой кухни. Я с тобой пришел поговорить как с другом. Секундочку. Опять здесь. А давайте! Орань-то меня не будешь! А я говорю, орань-то. Вот здесь. Пришло время показать, кто на этой кухне победитель. Сегодня они готовы скрестить ножи-венчики, чтобы найти его уникальный кулинарный талант. Погнали. Давай. Поехали. Вот так. И сейчас будет на лице варенье твоей команды. Давай. Кто она? Давай. Где ты? Я понимаю, что это с самого сезона нет. Победителем станет... Ты победишь или нет? Настя. Даша. А, Даша. Да. Во имя гастрономического мира... Да будет битва шефов! Как зовут? Константин Ивлев. Нет, это я понял. Это я. А тут кто? Я-то Константин Ивлев. Добро пожаловать в наш гастрономический мир! Я очень давно мечтал найти свой гастрономический алмаз. И буду надеяться на то, что среди вас он есть. Коллега, не спешите. Бриллиант нашего вкусного мира найду именно я. Смотрю на тебя и не понимаю, такая самоуверенность, особенно для пекаря. Пекухи еще скажи. Шефы ищут главный кулинарный талант страны. И сегодня в этой студии собрались профессионалы и самоучки, которые мечтают попасть в команды Константина Ивлева и Рената Акзамова. Самых талантливых, самых ярких, самых способных претендентов на победу. В команду попадут только те, кто реально смогут нас удивить. Ну и что сидим, как унылые какашки? Все на кухню! Каждый, кто мечтает попасть в команду Константина Ивлева или Рената Акзамова, может заполнить заявку на сайте, получить приглашение на битву шефов и приготовить на главной кухне страны свое фирменное блюдо. Итак, кулинарные воины, на выполнение данного задания у вас есть 30 минут. На ваших кухнях есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы сделать ваши фирменные блюда. Ну что? Да пребудет с вами вкус, дети мои! Время пошло! Наши участники приступают к готовке, а наставники отправляются в свой наблюдательный пункт. Слушай, а почему ты стал кондитером? Я тебе никогда этот вопрос не задавал. Ты не представляешь, с 7 лет я уже начал готовить. В 7? В 7 лет. Я начал готовить в 20 лет. Ну мы примерно с тобой в один год начали готовить. Мне обещали орден Сутулова. Мне, кстати, Министерство торговли и финансов уже вручило медаль. Шоколадную? Нет, золотую. И сейчас начнется дегустация. И каждый шеф планирует найти шестерых самых лучших участников именно в свою команду. Ты понимаешь, что сейчас выйдет первый участник и дороги назад не будет? У тебя? У тебя. Я-то сжигаю все мосты за собой, поэтому я не знаю. Ты смотри там аккуратненько. Погнали. Давай. Поехали. Пойдем. И сейчас будет олицетворение твоей команды. Дерзкий, молодой, сильный, мощный. Где ты? Иди ко мне. Плова. Какая прелесть. Представься. Всем привет. Меня зовут Юра Вкус. Мне 31 год. И я знаю толк в восточной кухне. Рецепт этого плова передал мне мой отец. Готовил его я на казане, который прилетел вместе со мной из Красноярска. Красавец. Ты принес плов. Да. Достаточно сложное блюдо. Очень сложное блюдо. Да. Мясо должно быть нежное, но при этом не вареное. Рис должен быть слегка в середине чуть-чуть как будто жестковатый. Да откуда ты это знаешь, что я понять не могу. Я тебе много расскажу про плов. Мы только в самом начале пути. Кто ж ты такой? Мой маленький шоколадный маффин со взбитыми сливками и пьяной вишней. А? Ну, что тебе сказать, дорогой мой человек? Что тебе сказать? Так неуважительно к еде относятся, да? Ты морковь-то хоть чистил, нет? Я не почистил морковь. То есть я готовил плов, великое национальное блюдо, и я даже не чистил овощи. Юра, я перепробовал огромное количество разных видов плова. Пробовал ферганский плов, пробовал ташкентский плов и бухарский плов. И, к сожалению, сегодня я попробовал это. Ты знаешь, что мы ищем лучшего шефа страны? Талантливого, гениального. Мы ищем себе замену. Вот есть Костя. Великий и всемогущий в Сея Руси повар. Ну, естественно, ему скоро уже на покой. Но есть великий кондитер в Сея Руси, у которого впереди еще 200 лет. Который уже покоится. Для себя я определяю очень просто. Вкусно или невкусно. Это... Поэтому ты не мой персонаж. Высказываться жестко относительно продуктов питания и называть это... Я не стану. Я люблю и уважаю продукты, из которых мы готовим. В отличие от своего коллеги. Дарю. Юра. Я говорю тебе, нет, прости. Ты не хочешь мне кофе сделать? Я кофе сделать? Хочешь? Могу тебе еще плово достать. Твоего любимого, который ты сказал. Ты что ты ставишь вот мусорку грязную? Ставишь сюда, в то место, где мы дегустируем. Скажи мне, что за человек, а? Ты что за вене? У тебя на уровне санитарии. Ты просто не должен себе этого позволять. Но это должно быть в генах, в крови, в каждой вене, в артерии. Что нельзя мусорник ставить на стол. Нельзя Константин... Как тебе получится, кстати? Царевич. Константин Царевич, нельзя ставить мусорку на стол. Видя значок, хочу сразу задать вопрос. Общаемся на вы или на ты? На ты. На ты. Как тебя зовут? Меня зовут Александр. Фамилия моя Юдин. Город Олейск. Алтайский край. Если вдруг ты станешь президентом, ты меня сделаешь министром? Я думаю, нужно будет сделать министерство кулинарии и сделать вас министром. А, вот ты мне уже нравишься. Молодец. Теперь скажи мне, пожалуйста, что это за блюдо? Это говядина, тушеная с белыми грибами, с гречей, которая была приготовлена во тваре из красного корня. По-ивлевски назовите, по-ивлевски. Песто сделано из черемши. Из черемши? Да. Просто гениальное песто. Я сразу хочу сказать, должен пойти в команду Константину. Я скажу Александру очень просто. Да. Ой, пожалеешь. Стой, секундочку, держи, мы это не будем доедать. Спасибо, я даем. Саша мужик. Будем надеяться, что честный человек, как все депутаты. У него очень вкусная гречка была. Гречку я безумно обожаю. Я чувствую это ко мне в команду. Талантливый, харизматичный, уверенный. Посмотри, какая походка. Здравствуйте, уважаемые шефы. Меня зовут Евгений Маслов. Я приехал с города Темрюк. Стой, это запеченные перепелки с грибами. Слушай, а я не понял, у вас что в Темрюке? У вас что там, как волна? Нет, нет, не ладно, Темрюк отличный город. Прошу, прошу. В чем заключается моя особенность? У меня самая лучшая рука. Я за что не беруся, то просто гениально все проходит. Все проходит изумительно. Ты больше говоришь или делаешь? В первую очередь, мне нужны не фрики. Понимаешь, летом приехать в вандаторовой шапке, спортивные штаны засучить в носки. И еще раз говорю, был бы в сандалиях, это был бы вообще полный триндец. Ну а так это просто пи***. И сделать сырую перепелку, да? Я не сделал ее сырую, она приготовлена идеально мягко. Ивлик, Ивлик, я тут. Ты сейчас пойдешь в его команду? Да я и пойду. Я тебя считал другим человеком гораздо лучше. Я тебе считал, я видел тебя по телеку, ты был идеальным. Я думал, ты мужик. Я думал, ты из своего слова пи*** стоишь. Ну это не так. Потому что у нас на Кубани, на Кавказе, мы все прекрасно понимаем, что на нас смотрят пацаны, друзья. И тут какой-то дядя на тебя орет. И мне без разницы, выйду я в финал этого проекта и не выйду. Это не по-пацански стоять и это проглатывать. А теперь послушай меня. Какого хрена ты переходишь на личности? Это друг перед тобой стоит? Нет, нет, я не понимаю. Это твой коллега или твой ровесник? Не надо оскорблять ни меня, ни не надо мне вот это. Я не базарная баба, я тебе перекрикивать не собираюсь. Хорошо. Если ты достойный специалист, то ты должен защитить себя достойно. И тебе никто не давал права оскорблять Костю здесь. Он тебе не твой ровесник, он не твой друг. Мне, конечно, очень приятно, что Ренат за меня заступился. Если ты профессиональный повар, то ты в первую очередь должен знать, что такое субординация. Перепелку я пробовать не буду, потому что, во-первых, она сырая. Мне важны люди, которые умеют готовить, а не говорить. Я буду слушать своего шефа, который скажет, что я у него в команде. Я однозначно тебе говорю нет. Перепелка сырая, особой уникальности в этом блюде нет. Но я верю в тебя, знаешь почему? Я буду раскрывать только твои плюсы, а минусы ты про них забудешь сам. Добро пожаловать в мою команду. Да, шеф. Я считаю, это тот самый боец в моей команде, который уже ненавидит всех остальных. Любит он только меня и верит в меня. И он знает, что я ему дал шанс, который он не упустил. Честно, Ренат набрал себе фриков. Я не знаю, для чего, да, суши? А может, Ренат сам фрик? Привет. Вот. Пожалуйста, кушайте, угощайтесь. Ох, как красиво это выглядит. Ну, давайте познакомимся, друзья. Мы старались. Всем привет. Мы близнецы Герзаковы. Я Кирилл. А я Артем. Кто по профессии? По профессии блогеры. Причем не просто блогеры. Мы знаменитости. У нас 7,5 миллионов подписчиков на двоих. Миллионов? Да. Миллионов. А видосы наши набирают, ну, 80 миллионов просмотров. Серьезно? Значит, мы с Ренатом ищем одного самого крутого шефа России. Ну-ка, давайте между собой выберите одного. Кто все-таки пойдет дальше? Давай по-мужски решим. Давай. Су-е-па. Артем. Сверху икра. Причем очень дорога. Красная и черная. Вы любите готовить или... И то, и другое. Краса. 5 баллов вообще. Друзья, перед собой вижу салат, который украшает заветренной икра. Заветренный майонез. Есть такое дело. Не доведенный до соли. И вот этот стрёмненький лимончик из 90-х. Однозначное нет. Я не хочу видеть вас в своей команде. Ребята, теперь скажу я вам. Меня не пугает заветренная икра. Меня не пугает лимон из 90-х. Меня радует то количество подписчиков, которые у вас. У меня девиз по жизни очень простой. Продается все, кроме Родины. Признаюсь честно, вот опять же, я могу себе позволить просто сойти с ума иногда. И я буду выпендриваться за счет них. Я честный человек. Поэтому скажу так. Готовить вы не умеете. Но говорите хорошо и много. Но и самое главное, учитывая то, что я тоже блогер. Мы вместе. Тёма, ко мне, вперёд. Команда блогеров. Забудьте отметить меня. Обязательно. Порвали тикток. Порвём и вас. Костя, ты только что сказал перед всей страной. Это что? Знаешь, я когда слышу миллионы, я просто забываю обо всём. Мне даже всё равно, что это. Подписчики, деньги. Ты хочешь, чтобы они перепост на тебя сделали и всё? Почему ты их взял? Я взял их для того, чтобы они меня отметили в тиктоке. А тебя нет. Я хочу, чтобы у меня были дерзкие, яркие и мощные люди. И из этих людей, поверь мне, я смогу сделать и такого гиперкондитера, как и ты. Как зовут? Меня зовут Анастасия Тимофеева. Так, Настенька. Я. Ты? Я актриса, работаю в театре кукол. Кого играешь? Лису. Лису? Да. Ах ты, лиса. Кукол, конечно. Хватя за волоса. И приехала я к вам. Откуда? За 9 тысяч километров. Это откуда? Из Приморского края, из прекрасного города Владивосток. Какая прелесть. Как я обожаю Владивосток. Это мой любимый город. Там работают самые талантливые актеры кукольных театров. Я хочу попасть в команду к Константину Ивлеву. Ну, во-первых, потому что он тоже рыженький. Он такой темпераментный. А я вам приготовила куриные котлетки. Класс. Почему они розовые? Они не розовые. Они розовые. Ну, ничего страшного. Это Ренатик. У него все в розовом цвете. Скажи мне, пожалуйста, ты к кому пришла? Кто любит Владивосток? К вам. Ко мне? Угу. Зачем? Почему ко мне? Пусть кокетничает дальше. Тай мне уже это неважно. Почему к тебе? Мне кажется, мне будет с вами комфортно работать. Я вас не боюсь. Молодец. Куриное филе. Куриное филе. Куриное филе. Куриное филе. Куриное филе. Куриное филе. Дальше. Крахмал, соль, перец, яйца и майонез. Точно твоя команда. Она любит добавлять майонез в котлеты. Дай, дай, дай. Ну, почему? Твоя команда. А, ой-ой-ой-ой. Хречка. Это пятка курицы. Это потрясающие, аппетитные, поджаристые, куриные котлетки, приготовленные мною с любовью. Ложь. Настя, к большому сожалению, ты не моя. Ну что, актриса, переиграла? Я пришла к вам. Я вам прислала вот эти вкусные котлеты с хрящами. И? И? К нему. Ренат. Лемарович. Лемарович. Я попробовал ваши котлеты. Спасибо за участие, я говорю нет. Спасибо. Пока-пока. Костя! Еще один участник в твою команду. Обожаю готовить пэпэшные десерты. Это быстрый штрудель. Он готовится всего 15 минут. Сейчас Костя съест всю клубнику и знаешь, что скажет? Нет. Гениальный кондитер. Я профессиональный шеф. Я тебе скажу нет. Этот парень, он собирает как раз балаган. Я в первую очередь кондитер. И это не скрываю. Во вторую очередь я уже повар, который готовит чуть лучше Костя Ивлева. Спасибо, я говорю вам нет. Спасибо большое. Я говорю нет вашему десерту. Но лично вам я хочу дать шанс. И мы утрем нос команде Кости Ивлева. Иван, ты победишь или нет? Я сто процентов побегу. Ой, побегу. Во-во-во. Во-во-во. Побегу. Давай. Проходи. Меня зовут Юрий. Я из города Санкт-Петербург. Мне 30 лет. Я профессиональный повар. Люблю жарить. Моя цель жизни – стать знаменитым. Юрий, скажите, я уверен, вы хотите попасть в команду Константину Ивлеву? Нет, я хочу попасть в вашу команду. Вот это пауз. Я живу, я живу. Юрий, сколько вам лет, Юрий? А мне 30-очка. Классно. Юра, скажите мне, пожалуйста, в каких шоу вы участвовали? Мы с вами на ножах же встречались. Тот самый Юра с Питера. Вот это поворот. Привет. Он победитель адской кухни, Костя. Слушай, так ты был вообще такая замарашка, а сейчас-то ты вообще нормально в теме. Так да, а что теряться-то? Надо же расти дальше. Тем более вы мне сказали год назад, что я там, это, там, накосячил жестко. Я такой, надо исправиться. Вы здесь работаете или 7 в первый день? Нет, здесь работаю уже неделю. Серьезно? Я уже вчера говорил, что этому блюду вес, вес, соответственно, в помойке. Вот. Вот ты под ногами ползаешь, что делать, что? Подойди к тебе, куда посмотри. Я тебя вспомнил. Я тебе скажу «да». Спасибо большое. Вы не пожалеете, шеф. Юра, твоему блюду однозначно я говорю «нет», но в тебя, как в участника, я верю. Спасибо. Я говорю тебе «да». Лично тебе. Ух ты, как перестроился-то. Я хочу, чтобы ты понял и сравнил тот ужас, который ты познал на кухне с Костей Ивлевым и заценил настоящего шефа. Выбирай, друг мой, Юрий. Я верю в тебя. Ты молодой, ты талантливый, ты перспективный. Перед тем, как ты сейчас делаешь свой выбор, ты должен понимать, в его команде чувак, который пришел летом в меховой шапке. Гениально. Второй чувак, который сюда пришел с голым торсом. Вот такой веселый. Чтобы ты понимал, это его команда. А у него депутаты. Как я обожаю фриков? Я выбираю Рената. Браво, браво! Иди, дай пять, дай пять. Давай флажком. Оба, красавец, ты правильно сделал выбор. Я не против, фрик в фрику идет. Спасибо, Константин. Я докажу, что я лжу. А мы покажем, кто здесь фрики, а кто таланты. Я Морозова Екатерина, мне 32 года. Я из Таницы Роевской, я настоящая коренная казачка. Ты пришла со своим борщом. В чем его отличие от миллиона других борщей? Ты знаешь, что у меня есть такое понятие, как синдром борща? Если нам всем троим или всем, кто здесь находится, дать приготовить борщ, он у всех будет рад. Разно, да. Да какой кислый. Потому что мне некогда было готовить свое блюдо, я помогала другим. А кому ты там помогала? Братьям-близнецам. Они не умеют ни открыть ни банку, ни яйца почистить. Один из братьев у меня в команде. Ну понятно, тебе я рассказала, что за специалиста ты взял. Костя, команда складывается гениальная. Все друг другу помогают. Прям командный дух. А я ищу себе шефа, специалиста. А ты ищешь помощников, лузеров, которые целыми днями помогают. Это ты про специалиста, который пришел в шапки норковые. Это ты называешь специалиста. Почему он тебе не понравился, потому что он с тобой грызнулся. Потому что он тебе высказал в ответ что-то. А ты взял за то двух товарищей, которые спокойно стоят. Да, Константин. Вам надо что-то сказать, я тоже могу сказать. Да, скажи, покажи. Что вам сказать? А то он взял, сейчас видишь, твой борщ отодвинул, он даже пробовать не стал. Почему он попробовал и сказал, шикарный борщ, и просто отодвинул. У меня, как у кубанской казачки, стальной характер. Краса, молодец. Я тебе говорю, да. Поняли? А вот, кстати, баба с Кубани, это мощная очень машина. Welcome. Welcome. Спасибо. Как зовут? Константин Ивлев. Кто? Константин Ивлев. Нет, это я понял, это я. А ты-то кто? Я-то Константин Ивлев. Вот это поворот. Нет, это я понимаю, я Константин Ивлев. Ты-то кто? Нет, я Константин Ивлев. Ты Константин Ивлев. Я Константин Ивлев. По паспорту? По паспорту. Такое тоже бывает. Чего ты переживаешь? Подожди. Я чувствую, что Ренат Акзамов сейчас придет. Это Степ какой-то, да. Ты прям по паспорту. Конечно. Мне, наверное, не надо говорить, кому ты идешь, да? Знаешь, я уверен на миллион процентов, что это блюдо хорошее. Но и больше всего я уверен на миллион процентов, что Ренат будет хотеть тебя, свою команду. Просто для того, чтобы издеваться над тобою. Когда у него еще будет такая возможность издеваться над Константином Ивлевым? Я что тебе хочу сказать, Константин Ивлев, уважаемый. Ты можешь, конечно, пойти в команду, где на тебя будут орать, кричать и унижать, и показать все-таки, какой именно из Константинов Ивлевы в более талантливый, там, и так далее. А можешь пойти просто в команду к человеку, с которым ты просто будешь чувствовать себя человеком? На это я тебе скажу вот что. Лучше быть хорошим человеком, который ругается матом, чем тихой, воспитанной... булочкой. Что касается твоего блюда. Значит, соус и мясо... Нету соли, нету перца. Не согласен, иди сюда. Отличное мясо. Для альтернативного стейка вообще шикарно. Конечно, молодец. Костя Ивлев, скажи мне, это можно назвать... Нет. Это шикарное нежное мясо можно назвать... Нет. Он моложе тебя, стройнее тебя. А может быть, готовит лучше тебя. Тебе не кажется, что твое время закончилось, Костя? Константин Ивлев, хочу, чтобы вы услышали мой вердикт. Для меня большая честь видеть Костю Ивлева в своей команде. Спасибо. Но только в следующем сезоне. Спасибо за участие. Спасибо. Ай, краса. Я выгнал Костю Ивлева. Фейк идет в интернете Ивлева. Увольный. Чего ты его не взял? Ты представляешь, у тебя была маза командовать Ивлевым? Да, конечно. Мне такие Ивлевы не нужны. Костя, идет очередной твой участник. Тебе завидно и молчи. Хорошо. Итак, привет, красная шапочка. Как тебя зовут? Меня зовут Пьянкова Дарья. Даша, ты откуда? Я из Екатеринбурга. Просто в Екатеринбурге самые интересные и самые талантливые люди. Я тебе скажу больше. В Екатеринбурге еще самые красивые девушки. Спасибо. По моему хит-параду. Твое любимое блюдо, которое ты готовишь и считаешь, что оно у тебя получается лучше всего. Яичница. Да что ж ты сразу-то, подожди-то. Что ты сразу яйца начинаешь подкатывать-то, а? Ну-ну, продолжайте. Я очень люблю готовить стейки. К сожалению, с выпечкой я не дружу. И правильно. Что это за блюдо? Это моя фирменная окрошка с брискетом на идеально холодном хрустящем брюте. Хрустящий брюд. Ах ты какая озорница-то. Совершенно верно. Это Екатеринбург. Нет, это Екатеринбург. Там такие девчонки вообще, они просто безбашенные. Они офигенные просто. Поверь мне. А мы, может быть, повара все-таки ищем? Нет, подожди. Ты себе уже нашел. Он в шапке у тебя пришел один. В шапке мономат. Может, мы все-таки специалиста будем искать? Не обращай на нее внимание. А с чего вы решили, что я не специалист? Нет, солнце мое, не обращай на нее внимания. Уже солнце. Ни в коем мере не поддавайся на его провокации. А тебе какая-то помощь нужна, да? Вы не дадите мне нож? Да, конечно, с удовольствием, пожалуйста. Я хочу тебе отдать этот меч рыцаря-джедая, борца со злом. Прошу, солнце мое. Смотри, пожалуйста, на окрошку, Костя. Можно, пожалуйста, на него направить пробку? Тихо. Тихо. Страшно. Минус один оператор. Можно прям со стеклом, прям Костя. Костя будет дегустировать. Мы вышли с первой пеной. Костя, Костя. Куда ты смотришь, Костя? Чем не квас? Можно еще долить, пожалуйста. Костя этого мало, он хочет охладиться. Здесь в студии жарко. Можно прям со стеклами налить, как вы это уже сделали. Спасибо. Ренат, не переживайте, там не единого стекла. Сейчас мы проэкспериментируем на Константине. Настя. Даша. А, Даша. А за то, сколько было шарма. Настя. Даша. А, Даша. Ты еще сомневаешься, в какую команду тебе надо идти? Вы сейчас так заманиваете меня в свою команду. Если хочешь быть всегда Дашей, то только в мою команду. Слушай, Ренат, знаешь, за что я тебя люблю? За что? Вот независимо, сколько тебе лет, ты всегда остаешься мальчишкой из 5-го Б. Я понимаю, когда девчонка нравится, ей хочется дергать косы и, соответственно, показывать себя крутым парнем. Но она знает, кто по-настоящему крутой. Приятного аппетита, Константин. А вы не попробуете? Нет, конечно. А я на рабочем месте не пью. Очень зря. Костя, вернись. Ты рядом с великим шефом. Костя, вернись, Кость. Даша. Даша? Или как? Даша. С возрастом имена забываются. Значит, что тебе могу сказать? Блюда достаточно интересные, но очень сложно усвояемые. Ты очень хорошая девчонка. Я с большим удовольствием тебя взял. Прям взял бы как. Но скажу тебе нет. А почему? Вы боитесь научить меня готовить? Нет. Он боится тебя вот так взять. Надо же потом с этим что-то сделать, а он уже не может. Ты знаешь, Даша, сегодня случайно оказался в гримерной Константина. У него самый популярный поисковый запрос в интернете. Как избавиться от метеоризма. Поэтому я тоже говорю тебе нет. Я очень думаю о своем друге. И твоя вот эта шипучка, к сожалению, эту проблему усилит. А мне придется страдать дальше. Я вам обещаю, что в вашей команде я буду готовить все без шампанского. Отлично. В следующий раз. Мой. 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 Как зовут? Денис Белов. 20 лет. Приехал из маленького провинциального города Чапаевск, что находится в Самарской области. Дениска, кто ты по профессии? Скажи, пожалуйста. Я повар, работаю с 15 лет. Серьезно? Начинал в ночном клубе, крутил пиццу. Сейчас работаю уже в трех заведениях шефом. Пробую. Конечно, красавец, 20 лет шеф-повар. Конечно, это твоя команда. Я уверен, что он самый талантливый шеф-повар. Да я тоже в этом уверен. А почему ты не говоришь молодежь, я понять не могу. Ну, а ты не хочешь попробовать? Ну, смотри, я талантливый шеф тебе принес блюдо. Сырный крем-суп с авторской заправкой и креветки в соус с чили. А вот прикольный суп. Слушай, а можно хлебом? Может, намазать этот суп? Ее как надо есть? Отрезать! А почему бы нет? Да ладно, не парься, поржать мы любим. Дорогой мой Денис. Уже ваш. Еще я не сказал свой вердикт. Я понял, извиняюсь. А что ты перед ним трусишь-то? Я говорю тебе «да». Я тебе говорю «да». А теперь сделай сам выбор. Я подойду к Константину и влюблю. Ты услышал, что ты сказал? Давай, иди сюда! У тебя уже больше ничего! Иди сюда! Давай! Все, давай! О-о-о! Стоп! Вернись, пожалуйста. Забери свое блюдо. А теперь его поставь с довольным лицом, чтобы мы хотели это продегустировать. Меня зовут Антон. Антон, поставь блюдо и скажи, что это такое. Приятного вам аппетита, шеф. Спасибо. Приятного вам аппетита, шеф. А у нас один Константин сейчас стоит здесь? Или нас двое? Я прошу прощения. Ты чего разошелся-то? Когда тебе тот в кепке бросил сюда перепелку свою, которую... Это неуважение, я считаю. Нас здесь двое. А почему вы смотрите на Константина, видите, приятного аппетита, шеф? А я не шеф. А скажи ему приятного аппетита. Я могу не дегустировать это, я правильно понимаю? Хоть я и милый, и приятный на вид, как десертная вилочка. Но я могу также больно уколоть. Я прошу прощения, я немного потерялся. Я искренне желаю вам обоим приятного аппетита. Окей, хорошо. Давай, Антон. Я вам представляю свое лучшее блюдо. Это нежнейший натуральный йогурт, между слоями которого находятся карамелизированные бананы. Рядом же лежит прекрасный блин со свежими ягодами. Я приехала сюда бороться, неважно в чьей команде, я буду бороться до последнего вздоха. И если вы думаете, что во мне нет мотивации, то когда я уезжал сюда, мне поставили на Кон либо золотая медаль, либо участие в этом проекте. И как вы видите, я стою сейчас здесь перед вами. Поэтому я более чем хочу бороться. Ты был медалист? Да. В школе? Насколько я понимаю, ты пришел на этого человека, который на тебя орал, да? Это было совершенно заслуженно. Я хочу учиться, я должен воспринимать критику. Ты же понимаешь, что то, что здесь было, когда вы готовили, это только цветочки. Это даже не ягодки. Я своими зубами перегрызу хребет за победу любому. Я не остановлюсь ни перед чем, неважно, кто будет в команде. Красавчик, молодец. Вот такие вот мне пацаны нравятся. Я для себя уже все решил. Ты пробуй. Молодец, Антон. Ты пришел сюда, ты хочешь попасть в мою команду. Конечно. Если честно, да. Конечно. Логично. Я тебе хочу сказать, что сегодня это первое вкусное блюдо, которое я попробовал. Я благодарю вас. Не за что. Не ревнуй. Давай, пробуй. Антон, дело в том, что удивить меня десертом сложнее, чем Ивлева. Ты можешь выигрывать хоть тысячи математических олимпиад, но твоя олимпиада должна была быть выиграна здесь. Это был твой шанс. Спасибо за участие. Стоп. Ты говоришь нет, да? Антон, спасибо за участие. Ты говоришь нет? Ты говоришь нет? Я хочу сказать одно. Добро пожаловать в мою команду. Спасибо, шеф. Я могу пожать вам руку? Браво, браво. Я хочу, чтобы ты всех разорвал. Я верю в тебя, что ты можешь лучше. Это не твой уровень. Ты можешь это понять. А что, что так рука трясется, я не пойму? Что? Тебе неприятно сосед со Сывлевым сейчас? Не один ты терпишь. Иди, проходи в дверь. Спасибо, шеф. Релакс с ним. Шустрее, шустрее, шустрее. Бежим к победе. Браво, браво, браво. Это что? Рыбные котлетки. Дай девушке сказать. Представьтесь. Меня зовут Малюгина Анна. Я из Ростова-на-Дону. Супер. Ростов. Муж сказал, если ты не привезешь двум крутым мужикам по крутому донскому лещу, он меня не отпускает. Кайф, классно. Сколько ты поваров зарубил вот этим топором, скажи честно? Посмотрите на зазубрины и все поймете. Любимый завтрак моего сына 30-летнего – это творожно-миндальные капкейки с ягодами и с крем-чизом заварным, который совершенно не тает даже на горячем капкейке. Меня зовут Никита Степаненко. Я с города Владивостока. Мне 24 года. После того, как я готовлю, не было плохих отзывов вообще. Так, ну в общем, я расскажу сейчас, какой я крутой. Я топ. Кухню я оцениваю свою на пять, вкус на шесть. И в общем, если была бы десятибалльная шкала, все по десяточке. Когда вы говорите, нет плохих отзывов, это чистая ложь. Ну и что ты здесь приготовил? Это трипанк, маринованный в дрессинге васаби с копченым крабом, ферментированным куриным бульоном. Я тебе говорю, да. Спасибо. Это бомбезно, Анна. Я люблю то, что готовят домохозяйки. Самородки талантливые. Это лучшие специалисты нашей страны. Ты тоже ей говоришь, да? Естественно, я говорю, да. Я готова, у меня есть ответ. Я выбираю Ринату. Просто, да и пять просто. Молодец. Мы всем покажем. Самые сильные участники, которым мы сказали оба да, выбрали меня. Ну, естественно. Вообще прикольная фраза. Дал бы леща, да? Итак, команда Рината уже набрана. В ней шесть участников. У Константина пять участников и одно вакантное место. И прямо сейчас у последней участницы есть шанс попасть в команду Ивлева. Привет. Как зовут? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Уланова. 38 лет. Город Славинск-на-Кубани. Краснодарский край. Действующий шеф-повар. А зачем девушка выбрала себе такую непосильную ношу быть шефом? А она посильная. Я, собственно говоря, несу ее порядка уже 10 лет. Как семья справляется с тем, что 7-0 нет у мамы? Тяжело. Тяжело. Дети растут со мной на работе. Муж работает рядом. Рядом? Рядом. Он мой сушеф. Муж? Да. Рассказывай, что это такое за мина? Это куриная грудка, приготовленная по технологии СУВИТК с использованием баварской горщицы. Знаешь, в чем заключается проблема? В том, что вы многие забираетесь на определенный уровень и думаете, что жизнь удалась. И вы прекращаете развиваться, а просто-напросто делаете по наитию. Абсолютно не прекращаю развиваться. Я в тебя верю, Татьяна. Я считаю, что ты очень целеустремленная, и ты талантливая, и ты самодостаточная, и ты уверенная в себе. И сейчас не совсем критика в твой адрес конструктивный. А ты в себя веришь? Я абсолютно. Ты уверена, что ты можешь быть первой? Уверена. Но я хочу, чтобы свое слово сказал Константин, так как у меня команда уже набрана. Я могу сказать только одно. Я буду тебя оценивать в первую очередь как повара. Готовишь ты, конечно, никудышно. Как? Объясню просто почему. Ну, в первую очередь майонез не самый лучший соус для этого блюда. Это раз. Второй момент. Куриная грудка бесформенная, которая сама по себе уже начинает пугать, что странно, как выглядит куриная грудка. Она круглая, она вырезана. Учись слышать и слушать. А я услышала. Да. Сделала выводы. Критику принимаю. Принимаешь. Ты согласна с моей критикой? Ну, частично. С чем не согласна? Совсем. Вот я, собственно говоря, сейчас вижу поворот блюда. Достойный разрез. А, он мне нравится, кстати. Да, достойный разрез. Мне кажется, Константин, ты видишь в ней соперника. Вот она реально грамотный, сильный специалист в гастрономии. И вот у меня ощущение внутреннее, у тебя как будто какой-то дух соперничества с ней. Абсолютно. Я прямо испугался, что она даже займет на место ведущего. Нет, я серьезно говорю. Да я это понимаю. Я вижу прям, ты как-то ревностно к ней относишься. Она грамотная, она сильная, она разбирается. У нее очень классно. Альденте приготовлены овощи. Они не переварены, не сухие. Я не понимаю, почему ты ее топишь. Все? Если она талантливая, сильная, способная, зачем ее топить? Скажи, пожалуйста. Все? Да. Девушка руки, которая засовывает в брюки, это не очень, знаешь. Если бы я стояла на данный момент на вашей кухне и это сделала, я бы была бы обоснованной. Да, молодец. Обоснованной, да. Татьяна, отстаивай свою позицию, не мябли. Я не отстаиваю. Ты в данный момент права сто процентов. Ты отстаивай свою правду. Но ты сильный специалист. Костя не хочет видеть, понимаешь, он себе в команду взял мямликов. Я понимаю. Два-три мертвых, вот и полутулы. Я тебе не имею, Константин, мы хотим, чтобы вы на нас орали. Моя прелесть. И он понимает, что он не сможет с тобой справиться в команде. Потому что ты личность, ты лидер, ты профессионал. А ему такие не нужны, понимаешь? Мне такие не нужны. Да, подожди, стой. Мне такие не нужны, ты прав. Нет, подожди секундочку. Нет, никакой секундочки, я говорю нет. А причина? А? Причина. Я имею право, ты пришла сюда, а я судья. Понимаешь? А я так же шеф, и я так же знаю. Нет, и надо быть немножко иногда умным и правильным дипломатом. А не показывать о том, что у тебя яйца растут. К моему глубокому сожалению, моя команда уже набрана. Константин только что тебе сказал нет. Да. А я не боюсь личностей. А я вокруг себя их аккумулирую. Я хочу нарушить условия нашего проекта и взять тебя седьмым участником в свою команду. У тебя, как ни у кого другого, будет такой запал утереть нос. Костя и всей его команде. И когда ты будешь стоять на пьедестале, ты будешь свысока на него смотреть и скажешь фразу, ну что, Костя, не ожидал? И ради этого момента ты должна бороться до последней капли крови. Добро пожаловать в мою команду. Вот она в моей команде. Это тот самый фундамент профессионализма, который сразится, знаете, с кем? С Костей лично. Итак, шефы готовы к решающей битве. В команде Рената семь человек. Юрий Альтерман, Иван Красавин, Евгений Маслов, Антон Блудвин, Анна Малюгина, Марина Бобровская и Татьяна Уланова. В команде Константина пять участников. Александр Юдин, Артем Верзаков, Никита Степаненко, Денис Белов и Екатерина Морозова. Итак, обе команды слушаем задачу для первого этапа. Вы должны будете приготовить всеми любимый салат оливье. Но есть очень маленький, но важный нюанс. Вы должны его приготовить именно по оригинальному рецепту 19 века. 19 века, вот это Сомелье Оливье, я не знаю, кто это. Я откуда знаю, вот что ему взбрело в голову, что туда нужно добавить. Да, задание с подвохом, это вообще, мы офигели. Главный ингредиент этого салата – черная икра. Так, я хочу сказать своей команде маленькое наставление. Вы должны понимать, что в первую очередь вы лучшие. Лучшие, потому что вас меньше. И лучшие, потому что вы со мной. И я хочу сказать еще одну очень важную вещь и выделить у себя Никиту и Екатерину. Это все-таки более опытные повара. Поэтому вы трое должны их слушать, а вы двое должны им помогать. Но не забывайте, пожалуйста, что каждый все-таки делает свой индивидуальный салат. Что каждый за себя. Тогда мы возьмем Кубок Стэнли. В отличие от Константина, я не буду выделять двух людей в своей команде. Я вас всех люблю, желаю удачи. Я скажу, что все семь участников – потенциальные победители. Но мы ищем одного. Друзья, перед началом этого соревнования я сфотографировал команду участников Константина Ивлева. И хочу вам показать, как выглядит траур. Спарта, вы готовы? Уважаемые участники, ваша задача максимально приблизиться к подлинному рецепту легендарного Люсьена Оливье. Для этого на ваших кухнях есть все ингредиенты. И даже чуть-чуть больше. Все, забирайте все, что есть, и потом мы будем уже по факту вспоминать. У вас целый час времени. Да пребудет с вами вкус, дети мои. Время пошло! О, я чувствую, жара пошла. Давай телезрителям расскажем рецепт салата Оливье. Того столетия. Кто сейчас это мне скажет? Я. Я иногда прохожу между временем, понимаешь? Главное, надо красиво, одинаковым, ровным кубиком. У него был листовой салат, свежий огурец. Из овощей еще каперсы идут, яйцо. А дальше набор деликатесов. Раковые шейки, язык говяжий, рябчики, майонез, икра, все. А я считаю, что наш советский Оливье, это и есть настоящий. Не ваша вот эта модная гастрономия, а наш советский. А задание было сделать не советский, а оригинальный. Дай-ка я бы смотрю. Да мои долбоящеры то же самое, такие же, как и твои. Смотри, смотри, что делают. О, так, сейчас, я сейчас приду, сиди здесь. Давай, да, только смотри, моих не обижай, Костя. О, кто пришел к нам? Я понять не могу, мне просто интересно. А что, дошка так лежит? Хорошо лежит. Неправильно. Не забывайте, ребят, что мы за вами наблюдаем и смотрим. И ваш шеф там сидит и слезами обливается из-за того, что вы бессмысучи. Он от смеха не плачет. Абсолютно верно. Над вашей командой. Почему вы до сих пор все ходите вокруг да около этого стола? Чего ты бродишь? Ты можешь встать на одном месте, поставить себе доску? Бездельники. Команда Константина. Никита, ты шеф. Распределяй. Кать, помогай ему. Всем понятно? Да, шеф! Ключи на дедукцию. Какие слова похожи на французские слова? Решили, что кахнюшон, картошка. Все, зашла. Дальше что у нас? Индейка, курица. Главное в поварском искусстве – это вовремя остановиться. И хоть сколько тебе не дали ингредиентов, надо выбрать те лучшие, которые лучше всего будут друг с другом сочетаться. Ой-ой-ой, друзья, вот это срач! В команде Константина Ивлева – срач! Подумно, которому эта кухня еще не видела. Здесь и продукты, здесь и бумага, здесь и шелуха. Давай, подавай. В принципе, у тебя салат Оливье готов. У тебя он засервирован. Молодец. Я могу сказать только одно. Никогда не поддавайтесь на эти дешевые выпады. Никогда. Раз, два, три! Выпендрежники! Кашей или где-то детский писк мы сейчас услышали рядом. Кстати, давай телезрителям расскажем о наших кулинарных минах, ловушках и засадах, которые мы с тобой там подложили. Очень важный момент – это, конечно, майонез. Конечно же, многие из них получат в карму мегабаллы, если они сделают майонез вручную. Давайте сделаем свой майонез. Уверен, что в твоей команде ни один человек не умеет делать майонез, поэтому в твоей команде будет только покупной. Ну, я не спорю, зато в твоей команде я чувствую, что икру есть кому метать. Икра. Мы им подложили искусственную черную икру, и им подложили, соответственно, настоящую. Вот будет интересно, кто-нибудь из них попробует, поймет или нет. Как вы думаете, икру как? Просто в салат замешивать или типа украшать? Раз! Ты смотри, как она! Я угораю! Стоять! Сюда, вас вазанули! Ты сейчас что-то ходит и ищет, что с *** ищет? Господи, что за команда, с которой мы соревнуемся? Вы идите в ***, позорьте дальше, а! Ты знаешь, я ставлю на самом деле акцент на Татьяну. Смотрите, смотрите, только на жизнь. Татья, у тебя сами между собой рамсят! Убери, убери! Я просто отрежу кусочек и буду ей заниматься. Она с характером. То, что она дала тебе отпор, тебе это и не понравилось, Костя. Короче, делай свой оливье сам. Я сделаю свой оливье сам. Они неправильно все делают. Ой, Костя! А твой Никитос, посмотри, у них реально паника. Сколько надо? Раз, два, три, четыре, пять. Белок оставляй, потом рулет меренгова сделаем. Сейчас еще Окзамову покажем, что мы можем, да? Твой гений маленький мальчик с бабочкой. Мне кажется, он будет чистить яйца. Ты занимаешься яйцами, ставишь холодную воду, добавляешь туда соль и яйца. Только соли, прям немного, да? Ну, пол чайной ложки положи. Ты положил сразу яйца, соль и яйца, я тебе что-то сказала. Сразу прям, да? Конечно. Он умеет чистить яйца? Я уверен, что он умеет чистить яйца, в отличие от твоих бездарей, которые стоят, ничего не делают. Что делать, сейчас скажу. Стой, дыши на яйца, чтобы они правильно сварились. Стоит. Воду посолил? Сейчас. Да нет, да, да. Если что, помощь нужна, обращайся. В жизни нужна поддержка. Тюра, не надо осуждать, судить людей нехорошо. Все смешно. Ты видел, как своим все нарезали овощи кубиками и варят их? Это салат оливье, а не картофельный пудинг. Сейчас я узнаю твоих участия. Куда ты узнаешь? Стоять! Подсказывать пошел своим, а? Шеф. Жень, ты сейчас чем занят? А, я сейчас режу лук, я уже поставил картошку, поставил морковку. Ты сам делаешь? Да, я сам делаю. Молодец. Юра, я смотрю, ты очень профессионально, кстати, работаешь ножом. Константин говорил раньше, что я не умею нарезать. Ничего себе. Что было все, все было плохо. Посмотри, посмотри, какая красота. Вы бы знали, что он мне сказал на ножах, когда я нарезал оливье? Серьезно? Да, он такой прямо подходит и говорит, ну ты долбаячер, как ты нарезаешь оливье, смотри, как надо. Он так и назвался, долбаячер? Да, так и было. Так вот, я и приехал сюда, чтобы доказать, что я не долбаячер. Я убью, как надо, нарезать. Вот, нормальный кубик. А ты должен не ему что-то доказать. Так я за вас же, правильно? Антон, расскажи. Я говорю, яйца мне доверили. Не слышу. Мне доверили. Мне доверили почистить, сварить яйца, потом их порезать. Так, смотри, смотри, пришел мешать. Вы бы у меня в адской кухне, уже бы летали бы здесь. Ты готов ему хребет перегрызть? Мы летаем. Попозже. Это лосось или порель? Лосось. Это лосось. А че это у тебя повар не знает, что это такое? Лососевая. Константин, это лосось или порель? Это, конечно, это лосось. Знаешь, чем отличается? Чем? Порель более красная. У порели есть полоса. Татьяна, то есть ты подсказала сейчас Константину? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Потихонечку. Как у вас? У нас лучше всех. Рукида, скажи мне, чем отличается лосось от форели? Жирностью. Конечно, жирностью. Правильный ответ. Само собой. Одна сухая, а другая есть. Лосось от форели можно отличить по цвету. Красава! Молодец! Понял? Понял? Газят, 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 не знает. У него поводник, отвесливый. Стоп, стоп, стоп. Велезни не может понять, что она режет там. Задаю вам вопрос. Чем Ивлев отличается от Акзамова? Тихо. Акзамов человек нормальный. И он умеет разговаривать. И он может поддержать в нужный момент. А Ивлев подойдет, наорет. Это че такое? Как меня еще? Я вчера это не делал. А теперь послушай меня. Вопросов нет. Я принимаю карикатуру. Но самое главное, этот карикатурист, посмотри, что делает. На одной доске он использует лосось, отварное яйцо и свежие овощи. Костя, ну это ты сделал в чужой команде. Это че сейчас было? Мы требуем меньше. И ты это схавал? И его поступок, который он сейчас сделал, это было низко. Что, папочка пришел заступаться? Выкинул. Ну некрасиво. Это ты не выкидываешь продукты. А если я сейчас приеду в твою команду, повыкидываю продукты, которые не лежат, ты же прекрасно понимаешь, я сейчас к стоячему столбу придерусь, и я тебе найду столько здесь неправильных вещей, которые готовят твои участники. Стоп. Я что, должен был погладить его по андаторовой шапке? Да без проблем. Сейчас я пристально понаблюдаю за твоей командой, а потом я уже дальше решу. Без проблем. Что буду делать я? Только я тебя прошу об одном. Не буди во мне спящего дракона. Стоп, работа! Подняли все ручки, чтобы я видел, кто из вас молодец. Молодцы, молодцы. После этого конкурса в ваших командах станет на несколько человек меньше. Удачи вам, удачи! Давай! Начать с плохого или хорошего? Задача была приготовить оригинальный рецепт Оливье, который готовили в 19 веке. Поднимите руку, кто использовал в своем салате картофель. А есть хоть один участник, который сделал правильно? В оригинальный рецепт картофель, морковь не шла. Сейчас говорю для всех. Единый стандартный формат салата Оливье. Короче, шеф заходит и говорит нам этот оригинальный рецепт, и я не понимаю вообще, как вы знали, что картошка и морковь не идут туда? Бралось яйцо. И там, где было конусное образование, белка, вырезали, ну, коронку. И туда как раз клали икру. Знаете почему? Потому что водку на Руси всегда закусывали, а не запивали. И поэтому так и сделал Люсьен, живя и зная русскую культуру. Давайте начнем дегустацию. Марина. У меня салат Оливье в интерпретации, не пластической. Помимо курицы, здесь еще присутствует слабосоленый лосось, красная и черная икра. Ты мне сейчас говоришь, что ты украшала черной икрой. Это не черная икра, это имитация черной икры. А может быть имитация твоего участия? Есть повар, а есть имитация. У тебя черная икра или имитация, Юра? Черная икра у меня. Ну, я проверю. Нету перца. Это раз. Яйцо в Оливье не нарезали. Яйцо в Оливье натирали. Потому что и желток, в том числе, имел свойство связующего свина. Вот, Катюш, два балла. Юра, в оригинальный рецепт идет колбаса? Нет. В оригинальный рецепт Оливье горошек не идет ни в каком виде. Какая икра у тебя в салате? Черная. Заменитель. Ты попробуй икру. Я вообще в шоке с тебя, товарищ. Это просто перфектно. Подожди секундочку. Это икра настоящая или заменитель? Настоящая. Грустно. У меня почти все выбрали черную искусственную икру. Итак, Артем. Каждый Новый год я готовлю Оливье. Два балла. Хочу заметить, что я икры намешал. Это имитированная икра. Настоящая тоже. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть 400 грамм такой икры стоит всего лишь 120 рублей. И как вы, люди, претендующие на звание главного шефа страны, можете давать двум шефам на дегустацию продукт, который вы даже не попробовали? Приятного аппетита, шеф. Расскажи, что здесь? Здесь красная икра, я не добавил черную, потому что я... Не слышу. Здесь только красная икра. Дальше. Я не добавил черную. Почему? Потому что я ее попробовал, и я был не уверен в этом продукте. Я внимательно наблюдал за другими участниками и взял за основу чужой майонез, но усовершенствовал его, добавив больше лимонного сока и на свой вкус специи, шеф. В итоге ты считаешь себя лучшим шефом на этой кухне? Да, шеф. Я не ожидал. Спасибо, шеф. Это вкусно. Спасибо. Никитос, ну ты, конечно, блин, опять намудрил. Ну, нарезка правильная. Я могу тебе сказать однозначно, что это три балла. Татьяна, я тебя очень прошу, не разочаруй меня. У тебя икра настоящая или имитированная? Настоящая. Майонез? Мой. Перепелка? Ну и лосось. Рената Команда, Команда Днища, оказалась в том положении ниже уровня моря. Они, наверное, подумали о том, что обязательно должен быть лосось. Меня это насмешило. Она вот элементарна, даже сверху. Я этому очень рада. Послушай, Татьяна, скажи, пожалуйста, повар с 10-летним стажем. Украшать волосами тебя научили где, в каком ресторане. Салат задекорирован волосом. Я вижу, что это не мой волос, что это вот товарищ мой волос. Мне это неинтересно. А мне это интересно. Это чье блюдо? Блюдо мое. Спасибо большое за дегустацию волосатого салата. Татьяна. И мышка стала, ну, признаюсь, стыдно. Окей, ну, давайте, понятно, я могу сейчас оправдываться, сидеть и рассказывать, что я их видел первый раз, а я не знаю, на что они способны. Но у меня же тоже есть интуиция. Ну, видимо, я тоже иногда ошибаюсь. Ну, извини, пожалуйста. Да, мой друг. Ты там, я просто понимаю, что у тебя твоя божественная команда, кого ты боготворишь. Все-таки пришел на всякий случай. У тебя же там мусорка тоже есть. Нет, друг, я пришел к тебе, чтобы ты попробовал просто идеальный русский салат Оливье по оригинальному рецепту графа Оливье. Я уверен, что это готовил Денис. Знаешь почему? Он у тебя в команде самый душевный. Денис, это ты готовил салат? Могу ты есть? Да. Да, это мой салат. Денис, честно, это роскошь. Просто ты красавица. Очень интересный. Я тебе хочу пожать руку. Аня, хочу попробовать твой великолепный салат. Здесь перепелочка, яичко. Я уверен, что ты готовишь очень вкусно. Мне кажется, или я сейчас попробовал десерт? Костя, можно я тебе на секундочку? Конечно, кому, как не мне, почувствовать сахар. В любом его проявлении. Я вначале подумал, наверное, это у меня кондитерские бредни. В моей работе невозможное. Но я решил воспользоваться советом своего коллеги. И при всем том, что мы с тобой соревнуемся, я всегда прислушиваюсь к тебе, как к старшему брату. У меня ощущение, что я попробовал десерт. Может быть такое? Конечно, ты будешь кондитер. Секундочку. Я уверен, что ты салат оливье дома заправляешь сливками. Секундочку. Винегрет ты заправляешь... Винегрет ты заправляешь... Забава... Заба-заба-забазаром. Следи, друг. А почему он сладкий? У меня было ощущение, что они готовят не салат оливье, а торт оливье. Поэтому, Ренатик... Подожди секундочку. А ты пробовала сама свою оливье? Да. Попробуй еще раз. А, Тань? Это пудра сахарная. Ты солила? Антон, можешь тоже попробовать? Кто-то добавил сахара? В команде-то крыса завелась. Это слаще? Намного, шеф. Тогда вам не заиграл Экюль Пуаро. Друзья, как это так? В этой команде людей... Мне не хватает здесь усиков. Кто-то есть плохой. Решается в данный момент твоя судьба. Ну, возможно, кто-то подсыпал. Бегали все. Я пока помогала, а моя миска для замешивания стояла одна. Назови имя того, кто мог тебе подложить сахар. Скажи мне, кто крыса в этой команде? Я не верю, что здесь они есть. Может быть, из другой команды ребята прибежат. Кто это мог сделать? А чё, я смотрю, из твоих фисташков не находится ни одного нормального фундука. Если кто нас... Чтобы взять и сказать по-мужски, либо по-женски. Да, это сделал я. Что? Кишка тонка. Я хочу дать возможность проявить мужество и честность. Бес попутал. Хотел выиграть что угодно. Но я даю возможность сейчас, в течение 10 секунд, подумать и признаться. Время пошло. Где готовила Анна, рядом с ней по соседству всё время готовил Антон. Я видел на экране, что он взял сахар с центрального стола. И меня это смутило. Я подумал, зачем он это сделал. Антон, кто подсыпал сахар? Не знаю, шеф. Я последний раз спрашиваю. Может быть, ты признаешься сейчас честно перед всей страной? И уйдёшь достойно отсюда? Не как подлая крыса, а как человек, который скажет правду на всю страну. Я не подсыпал, шеф. Набрал ты, дорогой мой, знаешь кого? Пикух. Женя! Да, шеф. Ты решил таким образом подставить Анну? Никак нет, шеф. Иван! Да. Тебе не стыдно? А я не подсыпал. Автор волосатого салата. Татьяна, ты же мне говорила, что у тебя единственный конкурент – это Костя Ивлев на этой кухне. Но ты увидела в ванне конкурента? Нет. Марина? Нет. Юрий, ты подлый участник. Нет. Это твой майонез. Ноль реакции. Я подумал, значит, я ошибся. Значит, х*** из меня Эркюль Пуаро. Теперь обратимся к режиссёру и попросим нашу съёмочную группу отследить. Был ли факт добавления сахара в салат Анны. Да, да, вот он с сахаром. А теперь смотрите. Он смотрит, чтобы Аня отвернулась. Оп! 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 Стоп! Ну, когда мы попросили режиссёра найти этот кадр, мы это сами увидели, у меня был шок и разочарование. Я хочу дать последний шанс человеку, который это сделал, последний шанс признаться честно, и это будет достойно. Это сделал я, шеф. Да ладно. Чё, серьёзно? В смысле? Как ты это сделал? Были эмоции, шеф. Был рвение к победе и решил убрать конкурентку. Через х***у рвение. Эмоции взяли вверх, и я подсыпала ей сахару. Два раза. Потому что одного раза показалось мало. Ну ты гнида, су***. Зачем? Мы же в команде. Зачем ты так делаешь? Зачем ты поступаешь так с нами? Антон, а почему таким подлым способом? Приз только один, и я считаю, на войне любые средства хороши. Я не ожидал от Антона. А тогда у меня к тебе вопрос. А почему ты Ане подложил? Вот самая святая, самая добрая, самая искренняя девочка в этой команде, почему ты не подложил более опытному участнику, например, Татьяне? Анна была самой невнимательной участницей. Анна, что ещё раз? Я надеюсь, что... Она поймёт и не осудит мой поступок. Всё, можно прохать об салфетку. Я тебя прощаю, честно. Поцелуйтесь. Заткнись, Юр. Вот именно. Нельзя его прощать. Ты знаешь, в жизни людей бывают разные ситуации. Я видела таких детей, у которых в душе большая дыра. Возможно, тебе сложно в мире, потому что ты не такой, как все. Ну, ты очень добрый. Я был в большем шоке от реакции Анны. Это какое великодушие. Я понял, что она добрее меня. Я бы убил. Просто я бы разорвал в клочья. Мне стыдно теперь смотреть в глаза этому человеку. И... Теперь я понимаю, что никакой приз не стоит того, чтобы опускаться так низко. Я обескуражен, друзья. Мне надо время подумать. Костя, тебе слово. Я сейчас назову имя одного человека, который навсегда покинет битву шефов. Битву шефов покидает... Артем. Все-таки у ребят опыта кулинарного побольше. Так что все. Брату привет. Спасибо. И увидимся. Пока, ребят. Итак, встали все на свои места. Лучший шеф страны... Обязан отличать настоящую икру от имитированной. Юра покидает наш проект. Спасибо за участие. Спасибо вам. Было все равно круто. До свидания. Давайте, ребят, удачки. Победу вам всем. Спасибо. Иван, спасибо за участие. Спасибо, шеф. Все правильно. Мы все были свидетелями этого ужасного, некрасивого случая, который, к моему глубокому сожалению, произошел в моей команде. Аня, твой решение, антон остается, либо покидает наш проект. Покидает. Покидает. Она сработала очень грамотно. Она его простила, как человека, но понимала, что для команды он опасен, и она его убрала. Антон, ты согласен с этим решением? Нет, шеф. Я считаю, у каждого должен быть второй шанс, шеф. Считаю, это было просто мерзко с ее стороны сказать, что я должен покинуть проект. Ее салат – это был полный отстой. Спасибо за участие. Итак, в командах осталось по четыре участника, на которых шефы делают главные ставки. Шефы бросают вызов друг другу и меняются местами. Акзамов будет жарить мясо, а Ивлев станет кондитером. Полно. Оценивать результаты и решать, кто же пойдет дальше, шефы будут в командах соперника. Ваша главная задача – готовить идиотрация. Марин Лук сгорел. Константин Ивлев проверит, умеют ли жарить мясо в команде его коллеги Акзамова. Могут только короли. А Ренат оценит, как справились со сладким заданием подопечные Ивлева. Это личный позор Кости Ивлева. После дегустации шефы решат, кто покинет битву. А кто заслуживает идти дальше? Это... Итак, газмановцы... Акзамовцы. Чтоб вам жизнь была не слишком сладка, поразите меня самое сердце с сочным корей гненка, румяными купатами, наваристый лагман. Ну и, конечно же, настоящий советский чебурек. Ивлевцы, добро пожаловать в наш сладкий мир, мясоеды. Я хочу от вас получить профитрулия. Второе. Нежнейший лимонный чизкейк. Третье. Рассыпчатая корзиночка. Божественный тирамисум. Итак, теперь самое главное условие. Ты, Ренат, будешь оценивать свои сладости у моих. А вот я буду дегустировать мясной сет у твоих мякишей. Поехали. Погнали. Это нечто большее, чем желание победить. Ты вообще сам по себе-то свою корону когда последний раз протирал? Время пошло? Итак, моя команда, минуту внимания. Ты делаешь чизкейк, Александр делает корзины, ты делаешь профитроли и ты, Кать, делаешь тирамису. Давай ты будешь делать караигнём. Да. Давай ты у нас мужик, ты будешь работать с высокими температурами. Возьми на себя чебуреки. Всё. У тебя, наверное, классно получится лагман. Ну а ты у нас глыба ресторана. Сделай купаты. Сделай, чтобы это было сочно. Костя любит мясо. Это просто полное. Десерт это самое сложное. Это вам на чебуреки пожарить и лагман приготовить. Давайте поменяемся местами. Потому что, ну это нереально. Три разных вида честа в одном парквиктомате за час. Мы прекращаем с вами играть в бирюльки. После этого испытания вас останется только двое. Ребят, не забывайте, 60 минут, один час. Меня может спрашивать. Сначала сахар или пробить сначала? Зачем? Сахар добавь, а он у тебя сама там всё растает. Тебе даже пробивать не придётся. Да что даёт? Не нервничай. Здесь не только моя честь, но и ваша стоит. Потому что ваши десерты будет пробовать один из крутейших кондитеров России. Ренат. И он сейчас является моим соперником. Вперёд, вперёд, ребята. Семь минут уже прошло. Уже можно было пол Китая песком обойти. Как ты будешь делать фарш? Из чего? А, фарш мне будет, это будет вырезка. То есть мясо. Это будет зелень. И я, наверное, знаете, немножечко добавлю твой мяты. Умничка. Молодец. Такого вкуса. Но только не переборщи, чтобы не было во рту мятного чайна. Да, да. И обязательно добавляй воды, чтобы фарш был жидкий, как на кинкале. Сколько времени тебе осталось? Я не знаю, я ни разу не готовила. Ты чё, минут 15 хватит? Нет. 20 минут у тебя. Само по себе каре, мясо хорошее, молодое. Соль, перец, больше ничего не нужно. У тебя что, к тирамису? Ну, я бисквит делаю. Вот и крем делается очень просто. Возьми два яйца и отдели белки от желтков. Пойми, в корзинки ягоды надо не просто бросать. Их надо правильно, красиво распределить. Чтобы каждая ягодка смотрела на тебя и говорила, я хочу тебя. Вперёд, касатики. Чё, пообедаем сегодня? Ты знаешь, я уверен, что пообедаем. Я сегодня хочу, чтобы тебе было вкусно. Ну, смотри, что касается тебя, я тебе скажу честно и откровенно. Я отдаю ребятам возможность сделать не классические десерты. А как их буду оценивать? А вот так вот по вкусу, как мы оливье с тобой оцениваем. Но надо понимать, всё-таки это не классический кондитерат. Ну, давай тогда я сейчас скажу, давайте не караигнёнка, а измельчите фарш, сделайте котлету, откиньте косточку, это будет такой вот караигнёнка. Я с тобой пришёл поговорить как с другом, а у меня опять здесь запахло. Я пойду, ты не могу. И не удалось с этим фисташком договориться о том, чтобы он хоть на минуту понял о том, что вы не профессиональные кондитера. Поэтому, к сожалению, этот сладкий чертёнок будет мочить вас. Поэтому не бздить, а готовить. Тань, скажи мне, что самое важное в процессе погружения мяса в кишку? Не порвать кишку, чтобы она не лопнула при приготовлении. То есть слишком плотно нельзя, да, фаршировать? У них же сегодня есть будет нечего, ты же понимаешь, у них одни сгоревшие пирожки. Ему надо мясо. Ты обещала Константину отомстить. Сделай так, чтобы Костя твоей купаты съел вместе с руками. Купаты, мясо, стейки, прожарки – это мой конёк. Как ты считаешь, кто по-твоему самая слабая звена в команде? У меня? Да. Ну, я богат тебе не буду говорить. Ага. Но оно у меня есть и не одно, поэтому я… А у тебя их четыре, Костя! Я тебе налил чая. Спасибо тебе огромное, мой друг. Для того, чтобы ты всё-таки успокоился, потому что чай пить не дрова колоть, не красная с бауглами, красная и хороша она пирогами. Какой ты загадочный. Понимаешь? Я обещаю тебе, что я буду максимально объективен и честно, я буду убирать самых слабых участников твоей команды. У меня к тебе огромная просьба. Будь, пожалуйста, тоже объективен, не трогай моих сильных участников и действительно по справедливости выгони два самых слабых. Так, прошло 15 минут. Ещё ни одной заготовки нету. Ваша главная задача – готовить её. Поэтому давайте-ка, ребята, чтобы здесь не воняло так, как воняет в нище. Вы быстрее, вы быстрее, матушка моя. Выпекаем, савоярди. Какой сладости. По вкусу делай, Катя. Возьми инициативу на себя. А вдруг он сейчас скажет мало. Меня слушай. Друзья, посмотрите, это шикарное тесто. В чебуреках, ты знаешь, в чём самый кайф. Корочка хрустящая, раскусил, и у тебя бульксок потёк. Марина, лук сгорел. Марин, лук сгорел. От середины в край. Поехали, поехали, поехали. Ой, привет. Я здесь, Константин. Купаты наполняются. Лагман шикарный. Как ты вообще будешь дальше жить, когда проиграешь? Да легко. Серьёзно. Константин Царевич, только я выиграю. Ты готов к поражению. Потеряешь нашу дрожку? Помочь доктора вызвать какого-нибудь курпатора. Психиатра. Оказывается, ты готов. Итак, Катя, Тирамису. Перед тем, как научиться делать, научитесь делать хорошо. Ты делаешь проветроли, а не коровку. Намочи просто-напросто лопаткой. Да, да, всё, понял, понял. Мы работаем не на спешку, как некоторые, а мы работаем на качество. Поехал, поехал, поехал. Да на шом сделай, говорю. На шом. Да на шом сделай, Женя. Сейчас, 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 сейчас. Нет, я нормально, я прижму, он плохо прижался. Смотри, настоящий фритюр надо проверять именно репчатым луком. К сожалению, шефы многие этого не знают. А зачем? За шкафом. А зачем объясни мне? А-а-а, ты не учи свою команду. Чё, не умеет? Ой, а чё тебе-то? А я к тебе не лезу. Исюнчики какие-то жарят. Это чё такое? Не обращай внимания. А, не обращай внимания. Это голос из детства. Это голос из-за печки. Дай одну колбасину Ивлева, пусть насладится. Царевич! Психолог! Царевич! Когда ты вытащишь свои все фазани перья и немножко перезагрузишь, ты должен отдавать себе отчёт. Если ты видишь, что олицетворение поварского мира в России это вандаторовой шапке... Давайте, бабоньки, ускоряемся! Какой главный шеф России в твоей команде, да, видимо? Один человек, вменяемый из всего этого балагана, находится в моей команде. Давай жару дадим, да и х**. Была или не была, у нас всё равно шансов нет. Горячая с рыб не бывает. Или ты хочешь сделать эту женщину... Ивлев будет пробовать. Он тебе помнишь, в прошлый раз сказал, подай ему чебурек в шапке. Которые делают волосатую еду. Это твоё олицетворение? Лучшего шефа России? Давай, давай. А здесь? Покричи, покричи, давай. Пусть из тебя пар выйдет. Я выберу лучшего участника в это время. Стоп, готовка! Константин проверит, умеют ли жарить мясо в команде соперника. А Ринат оценит, как справились со сладким заданием конкуренты его команды. После дегустации шефы решат, кто покинет битву, а кто заслуживает идти дальше. Вы готовы? Да, Саша. Ну, я очень рад. Ну, давай, шапка Мономаха, что ты там наготовил? Представь свою работу. А это чебурек из баранины с зеленью. К чему вот здесь вот эта вот укропная субстанция? Так у нас в темрике украшают. Я положил, чтобы разбавить свет. Чебурек, конечно же, проверяется как? По количеству сока. Мясо есть. Все как надо. Я советую, когда я что-то говорю, молчать. Я считаю тесто пресным, начинку пресным. Поэтому спасибо. Достаточно неплохой был чебурек у Евгения. Хотя ему много раз говорил, не хватает воды. Чебурек? Нет, дорогой друг, это не чебурек. Это меч-кладенец какой-то, пупырчатый. Идем дальше. Лагман. Презентуй. Это традиционный лагман с бараниной. Здесь нет ничего лишнего. Здесь настоящая самолепная лапша. Конечно же, много специй. Итак, пробую. Я могу сказать о том, что вы приготовили домашний хороший лагман. Как супец у тех людей, кто думает о том, что они все могут. Но, к сожалению, нет. Могут только короли. Да? А вы просто-набросто делаете подделки. Я воспринял Костину критику, можно сказать, как личную обиду. За время этого проекта я полюбил участников своей команды. Они мне уже стали как дети. Я воспринял эту критику прям лично на себя. Это потому что ты же кондитер, ты же не умеешь готовить. Да, может быть, Ренат, ты дома и варишь манты, шманты, да, хинкали, минкали. Одно дело, Лана, ты-то хоть домохозяин. Ты себе же выбирал повара. И один, как ты говоришь, должен стать великим шефом России. Это кто? Это как? Идем дальше. Купаты из рубленой баранины, с соусом и с помидорами. Купаты? Купаты. Ты видишь здесь купаты? Татьяна, да, скажи честно, ты готовила купаты для Константина, поэтому размер был соответствующий. Я прав? Да. Продолжаем. Ты можешь мне сказать о том, что я большой человек с маленькой загадкой? В течение этого проекта Татьяна был восхищен все это время. Не то, что недолюбливала Костю. Она прямо его внутри даже как-то ненавидела. И я понимал, что она докажет, что она крутая. Я другого не ожидала. Следующая, Барайна. Ну, шеф не терпит конкуренцию. С тобой, что ли, конкурирует? Почему нет? Ну, ты сначала на землю-то опустись. Татьяна давала пробовать кусочек мяса, который она использовала в купатах. Он был неплохой. Твоя повариха, шефине, точнее, с десятилетним стажем. Это что она за писюной сделала? Ты мне объясни, а? У него есть какая-то внутренняя обида, у него есть внутренняя злоба. Это желание отомстить любой ценой. Это что такое? Подача для мужа. Чего? Я не твой муж. Я что-то перепутала. Вот эта подача, наверное, в другой посуде должна быть, да? Да, к сожалению, не успела. А что, здесь посуды нету? Нет, есть посуды. Я не успела. Ну, так возьми. Сейчас решается твоя судьба, я не пойму. Перед тобой стоят два шефа. Ну, в смысле, не успела? Ну, давай в тазики. Беликолепная команда. Да, Ренатик, я позорила тебя твоя участница-то. Ты все за нее так переживал. Анна приготовила совершенно невероятное нежное мясо. Кстати, молодец. Очень вкусная баранина. Друзья, это нежнейшее мясо. И честно вам хочу сказать, Константин Ивлев ест впервые такое нежное мясо. Корыгненка, дорогой мой друг, она мне корешку подала как раз. Поэтому она и ушла. Пафоса и гонора в твоей команде. А еда там, где она и должна находиться, твоя еда. Вон, на днище гарбича. Пришло время Рената оценивать мастерство Ивлевцев. Я желаю вам удачи. Я уверен, что каждый из вас профессионал. Сейчас свое изделие мне представит красный бантик. Представляй. Лимонный фискейк. Скажи, пожалуйста, твоя мертвая презентация, она полностью соответствует мертвому торту. Вот то, что сейчас ты мне представил, это позор. Металлическая подложка вот с этим мягким, разваленным боковым коржом, и с этим ты хочешь попасть в финал? Короче, поход Никита домой поедет. Так что ждем, ребята. Это не изделие. На этом точка никаких не считаю. Бери стол, и следом давайте другую дегустацию. Великий, соответственно, сливка-мен. Это как это понять? Что-то расскажи мне, пожалуйста. Ты взял и выбросил торт. Я считаю, это профессиональный провал. Такого быть не должно однозначно. А в твоих-то вообще кондитерских ты что, на прилавок сразу кладешь свои пироженки-то, а, тортики? Или они все-таки тоже на какой-то пластмассовой, либо на бумажной подложкой? И что ж такое произошло-то со сладким королем нашей эстрады-то, а? Расскажи, пожалуйста, что это? Презентуй достойно это месиво. Крем-чиз здесь, а в бомбически рассыпчатой корзиночке с божественно вкусными фруктами-ягодами. Возьми, пожалуйста, в руки. Рассыпчатая корзиночка, которая развалилась в твоих руках? Рассыпалась. Изделие должно быть цельным? Ренат нас оценивал после того, как Константин оценил его команду. Ренат к нам пришел очень злым и просто всех нас наказал. Мне хочется, чтобы в команде Кости Ивлева хоть одно блюдо было съедобным, до которого хочется хотя бы прикоснуться и не плевануть при одном внешнем виде. Следующий участник. Давать на дегустацию такой шлак. Ну, коли я был в Кости на команде, они к этому привыкли, что летают тарелки, торты. Я думаю, если вы так привыкли, значит, так оно и будет. Ну, Ренат, я все понимаю. Да, мои тоже обкакались, но они, я считаю, обкакались достойно сливками, чтобы ты это понимал. Катерина, скажи, пожалуйста, ты с авоярди делала? Да. Да, почему оно превратилось в кашу? А ты считаешь, что это манная каша? Нет, я так не считаю. Да. Тогда и скажи. Мы наклоняем и показываем. Не произошло эмульсии в креме. Это абсолютно приторная манная каша. Этот продукт является браком. Я говорю, нет, однозначно. Я могу сказать о том, что чем больше ты психуешь, ты показываешь свою слабость. А я считаю, ниже своего достоинства дегустировать брак. Ты можешь это понять? По какому праву вы не попробовали? Давай не ты будешь здесь указывать, у кого какие права здесь, на этой кухне. Абсолютное отсутствие профессионализма у трех участников. Это личный позор Кости Иблева. Это неуважение я тебе могу сказать. Так, Ренат, скажи мне, пожалуйста, кто ты? Король десертов или король... Го! ...наша. Брызги крови на тарелке. Это что? Профитроли с классическим кремом-чизом. С сахарной пудрой. Это не брызги крови. Я понимаю, что это было самое тяжелое. Можно я тебе объясню? Это современные повара-малолетки, насмотревшись интернета, стараются повторять этот кулинарный хаос. Я тоже его, если честно, не понимаю. Вот это делать, повторять за кем-то. Денис, на проекте кондитер я напробовался столько отвратительных крем-чизов, и передо мной стоит повар, который готовит в тысячу раз вкуснее любого кондитера. Это просто... Как вкусно! Я не знаю, по какой ошибке ты выбрал себе в наставнике Костю, ты прирожденный кондитер. Это невозможно, просто... Это номер ван. А я жду следующего конкурса, чтобы всем надрать все, что можно, закрыть всем глаза, и чтобы я был самый крутой. По правилам битвы, на этом этапе шефы выгоняют участников в командах друг друга. Итак, я готов огласить вердикт, попробовав ваши блюда. Могу сказать однозначно, что, Ань, наш бизнес очень жесткий. И, к большому сожалению, я не могу, хотя при этом очень тебя уважаю, не могу дать тебе дальше возможность идти. Татьяна, к тебе я увидел только одно. Ты не умеешь принимать критику, поэтому тебе однозначно нет. Наконец-то все это закончилось. А бодаться с этим большим твердолобом мужчиной, в принципе, смысла нет. Я думаю, что Ивлев специально выгнал меня. Предвзятое отношение ко мне, в принципе, понятно было. Итак, друзья, коллеги, сейчас мне предстоит сделать выбор. В команде Константина Ивлева нужно оставить двоих участников, которые пройдут дальше. Команда Кости Ивлева покидает... Денис, прости. Но ты остаешься. Команду Кости покидает... Екатерина. Следующий участник, который покидает команду Кости Ивлева... Александр. Итак, после кулинарной ревизии в команде шефа Окзамова остались Евгений и Марина, а в команде шефа Ивлева Денис и Никита. Их вкусные блюда заставили шефов поверить, что именно среди них находится главный кулинарный талант. Но кто же он? Все решит финальный конкурс, который нашим шефам предстоит дегустировать вслепую. Победителем станет только один из вас. Напротив вас определенная поварская, как мы ее называем, горка, которая состоит из продуктов первой необходимости. Вы должны приготовить блюда, который не просто удивит. Вы должны приготовить блюдо, которое впоследствии должно стать шедевром. Главный ингредиент утка! Делайте с этой птицей все, что вашей душе угодно. Но только запомните, для меня важно, чтобы утка была нежнейшей и сочной. А для меня, чтобы утка была с хрустящей поджаренной корочкой. Намек всем понятен? Да, шеф! Пришло время показать, кто на этой кухне победитель. Я не слышу, вы готовы? Да! Время пошло! У финалистов всего один час. За это время они должны приготовить не просто блюдо. Блюдо, которое впоследствии должно стать шедевром. За который короли кухни готовы будут заплатить огромные деньги. Чтобы битва была честной, Ивлев и Акзамов будут дегустировать все вслепую, не зная, кто что приготовил. Битву выиграет тот, чье блюдо покорит сердца суровых шефов. Четыре! Три! Два! Два! Один! Один! У-у-у! Ну что, настал тот момент, когда решится ваша судьба. Скажите мне, вы готовы? Да, шеф! Угу. Какая вещь, моя правильно дисциплинированная команда. Я уверен, что бриллиант гастрономического мира будет мой. Я уверен, что моя команда догадалась, что за этот час им надо было сделать максимум блюд из утки. Ты знаешь, Костя, я ни грамма не сомневаюсь, что участники именно моей команды смогли приготовить не просто вкусно, но и правильно с точки зрения экономики. экономики. Сейчас финал, понимаешь? И понятно, что твои слова льются, как сахарный сироп и распадаются, понимаешь? На миллион разных осколочках карамельных. Поэтому давай все-таки займемся делом, и ты красиво сейчас проиграешь. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ты юморист, Константин? Я тебя спрашиваю, ты готов? Я готов к победе. Раз готов, давай пробовать. Поехали. С удовольствием, Константин, хочу разбить тебя в пух и прах этой дегустации. Ой, я сразу мне... У меня вот такое ощущение темрюк. Я буду первым человеком из темрюка, кто выиграет битву с шефом. Редиску может человек нарезать так, который ходит в вандаторовый шеф. Друг мой, ну ты знаешь, здесь прям вот имя написано Никита. Выложено картофель. Неужели ты это не видишь? Костя сказал, Ивлев, то, что Никита такую ху** никогда не готовит. Сверху лежит косточка от лимона. Очень жестко. Ну, ну ты пожуй его. Ты пожуй, просто пожуй. Не выплевывай ты его сразу. Оно потом раскрывает свои вкусы. Потом. Короче, масло в отжог. Блюдо масло это просто пи** полный. Никит, неплохо. Неплохо. Чуть-чуть пересолил морковь. Коллега, я правильно понимаю, что это два блюда, приготовленный одним участником под номером два. Шефы подошли к моему блюду. Я могу сказать, что это блюдо твоих участников, потому что они в кулинарии, особенно в экономике, ничего не понимают. Посмотри, он из целой утки вырезал две грудки и положил это на дорогой гарнир. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок. А вот этот соус похож на какой-то гуталин либо на асфальт. Во-первых, поаккуратнее с ножом, коллега. А во-вторых, мне кажется, это почерк Дениса. Он любит как раз вот на такой тарелке устраивать брызги. Ребят, я не знаю, кто это приготовил. Утка сырая, вся в крови. О, это медиум вообще-то, чтобы ты знал. это кровь твоих участников. Которые плачут своими кровавыми слезами о том, что они не смогли выиграть. Они просто взяли и ***. Да что ж ты так орешь, мне в ухо. Ты боишься, что я выиграю, понимаешь? Ты постоянно рядом со мной машешь ножом, но тебе не кажется, что ты какой-то очень злой? Мне кажется, ты реально понимаешь, что ты на один шаг от поражения, Костя. Ренат, мне кажется, ты сошел с ума. Пошли, пошли. Мы же с тобой на той кухне. Ну да. Естественно. Участник под номером 3 приготовил все три блюда сам. Профессиональный подход, так же, как и там. Поверь мне, вот тебе, пожалуйста, утиная ножка какая-то с ягодами, вот здесь вот вешенки с руколой, а здесь, соответственно, суп с мини-кукурузой и какими-то желтыми яйцами. Ты смотри аккуратно, это яйца не твоего этого пареньката в шапке, а может, это яйца андатра его, которые он у себя на голове носит, а? Еще не, что это вода. Попробуй, Костя. Воду? Да. Здесь я, если честно, удивлен поваром. Мне кажется, твой какой-то из участников просто перепутал суп с отходами. Еще минуту назад Константин гордился этим, как он высокопарно сказал, дегустационный сет. Чтобы ты понимал, чтобы ты понимал, я готов признать свою ошибку, если я буду неправ. Я уважаю в тебе вот это качество, которое называется справедливость. Особенно, когда ты по внешнему виду говоришь, что это твоя команда, попробовав, сразу от нее открестился, сказал, это не я. Продолжай. Это ужасно. Ивлев пробует и говорит, что за кочерыжка? Это блюдо просто домохозяйки. А я думаю, как домохозяйки? Какой домохозяйки? Я что, на домохозяйку что ли похож? Знаешь, все-таки тебе надо быть попроще. Потому что ты так реагируешь на критику, я боюсь, что у тебя последние волосы все выпадут, понимаешь? Костя, береги себя, пожалуйста. Береги. Попробую тушку. Попробуй. Тебе понравилось? Неплохо. Закос под высокую кухню. А, Никит? Перегнул? Итак, ну, я тебе скажу так, вот соус мне здесь более-менее импонирует, но очень сладко. Ты знаешь, а мне вот эта история нравится. Это или черешня, или вишня. Честно, в одном признаюсь. Ну, поехал. мне кажется, вот это блюдо готовил Денис. Посмотрите, как тарелка. О, Константин Царевич, ощущение, что здесь готовил профессионал, который немножечко... Мне кажется, здесь вырвало человека. А я только хотел сказать обос... Думаю, как сказать литературно? Это был грушевый татни. Ой, один жир топленый. А здесь что, фрикадельки? Вот я смотрю, ты все ешь, ты все ешь. А мне интересно попробовать, на что способны наши участники. Кость, ты очень критичный. Прям вот, знаешь, как будто это звезды мишленовских ресторанов. Ну, хватит. А мне было неплохо. Довести до кипения это будет съедобно. Костя. Друзья, я не знаю, кто это готовил. Это первая съедобная утка за весь день. Это реально круто. Когда Ренат Акзамов ел третий кусок моего блюда, утка действительно была хороша. Я не скажу, что это идеал. Но она а, не сырая, б, не резиновая. Ммм. Кстати, вот в этом блюде мне хочется чувствовать нотки Никиты. Да что ты? Ну, а что? Посмотри. Что? Как Женя радуется. Посмотри. А? Жень, ты просто the best from the best. Ты салат пробовал? Нет. Нет, ты пробуй своих ребят. Пробуй, пробуй. Ага. Уже, говорит, своих. Уже своих. Вот что означает Денис и Никита, что выбрали не того шефа, не того наставника. Эти, как внешне все выглядит красиво. Мои. Карабцы. Ребзя, ребзя. Ну, че, ребзя? Ребзя, че готово, да? Че там, пухлячки вот эти, пикуки? А как только попробовал, это твои. Я могу сказать только одно, что я для себя выделю вот это блюдо, и как бы это было не смешно, вот это блюдо. Да что ты. Да. И вот с этим странным соусом? Да. Как же долго они говорят. Неужели нельзя сразу? Второй номер победил, а остальные проиграли? Ну что, Костя, лично для меня это вот это утка. И вот это согласен с тобой блюдо со сладким соусом. Ну, пойдем, я думаю, что нам есть что обсудить, ну и конечно зарубиться. Ну, насчет зарубиться это ко мне. Пошли, дружище. И прямо сейчас будет объявлено, кто обладает уникальным кулинарным талантом. И мы узнаем, кто же победил в этой битве шефов? Константин Ивлев или Ренат Акзамов? Это решение с Костей нам далось непросто. Мы жестко спорили, зарубились пару раз, и мы пришли к выводу, что только одно из представленных блюд действительно достойно называться кулинарным шедевром. И только за одно блюдо мы шефам Акзамовым с удовольствием бы заплатили в ресторане огромную сумму денег. Вы готовы? Да, шеф! И это блюдо под номером три. Вау! Я же сказал, это он! Я это чувствовал! Ну что, поздравляй! Поздравляй, мой друг. А, просто я выиграл, как я и обещал, как я и всем говорил. Это просто космическое ощущение, ребята, вы себе представить не можете. Привет! Здравствуй! Никит, я скажу только одно. Я очень рад, искренне рад тому, что это ты победил. Не просто из-за того, что ты из моей команды. Ты крутой. Могу однозначно сказать, что столько денег за блюдо я еще в своей жизни не отдавал и уверен, что ты не получал. Красава! Молодец! Браво, 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 браво. Я могу сказать однозначно достойная победа. Что вы стоите? Ну давайте, давайте! Костя, ну я отдал тебе фуру, я тебе честно говорю. Ну пожалуйста, кайфуй! Лишь бы ты не сбежал! Ну если бы победил мой счастлив, что остается делать? Я тебе фуру дал! Я тебя пятером сделал! Кайфуй! А за звание главного кулинарного таланта страны предстоит жесткая борьба. Да будет битва шефов! Субтитры сделал DimaTorzok